Тело превращается тогда, когда человек работает в этом направлении. То есть он простраивает именно своё тело не просто как абы как, а именно структурировано с постоянной подачей потенциала, о котором мы сегодня будем говорить. Так вот, восьмое тело, оно отвечает за связь с мирозданием, за его божественность. Как в человеке оно проявляется? Оно проявляется именно скромностью, совестью, кроткостью, но особенно у женщин, потому что чаще всего у женщин именно есть восьмое тело. Вот так устроена природа, потому что чаще всего высоковибрационная энергия, она производится кольцевыми мышцами в организме. А какие у нас есть кольцевые мышцы в организме? Это рот, влагалище, матка, сфинтеры, ну и все остальные. То есть мышцы глазного, глазного яблока и так далее. То есть вот все кольцевые мышцы — это производители тонкой, высоковибрационной энергии, потенциал точнее. Следующее — языковое тело. Вот раньше почему считали, что был один про язык? Потому что люди все хорошо друг друга понимали на уровне своего девятого тела. Но до него ползти и ползти — это условно я просто перечислила для того, чтобы было понятно, с чем мы будем работать и как подпитывать свои тела для того, чтобы из пространства брать потенциал и отключиться от еды. Потому что автономия, она сама по себе завязана на том, что мы не берем питание с ним, мы берем потенциалы, которые есть в пространстве. И, соответственно, за счет этих потенциалов выравниваем все в нашей жизни, проявляем некую стабильность, проявляем жизнь без допинга в виде еды. Так вот, у нас в пространстве и вообще в литературе, и в нашей цивилизации все зациклены на энергии цинь. Китайско подданные, японско подданные, будем так условно говорить, в своей культуре очень прям так с почтением огромным относятся к энергии цинь. Но у нас, в нашей традиции землян, вот заметьте, я говорю не русские, там не русские, еще там какие-то, а в традиции землян, поскольку раньше была одна культура, и чем больше ты читаешь старые книги, и ты понимаешь, что именно все так и было, кто был в заказниках разных, где книжки там таких веков, про которые нам даже не рассказывают, те знают, о чем я говорю, и у нас была одна процивилизация, и у нас была одна культура, и, естественно, она сейчас как осколочки рассыпалась по всему мирозданию. И когда мы касаемся энергии, мы понимаем, что каждое тело, оно продуцирует свою энергию. И, естественно, каждое тело выдает энергию из своих пальчиков. Вот кто смотрит на тонком плане, те знают, что каждый пальчик, он излучает свою энергию. То есть это не одинаковое свечение. Я всегда там на своих курсах или еще где-то, я рассказываю, как увидеть ауру. Увидеть ее очень легко. Каким образом? Вот вы сидите на свету, вот освещенная комната, сидите за столом, опускаете ручку под стол и смотрите по контуру своей руки. Где-то на расстоянии одного-двух, максимум трех сантиметров у среднестатистического человека сразу такая каемочка появляется, как плавающая слегка. Это как раз та самая аура. Если вы чуть-чуть поближе посмотрите, повнимательнее, где-то на расстоянии трех миллиметров тоже есть небольшая такая оболочка. Это сон. Это самая первая энергоинформационная оболочка помимо тела. Так вот, когда начинаешь различать эти цвета, то видишь, что напротив каждого пальчика есть такой вырос, лучик, который мы можем управлять. И если мы машем руками перед лицом или перед телом другого человека, жестикулировав в разговоре, то мы можем его поранить. Поэтому, конечно, те, кто знает эту информацию, всегда следят за своими телодвижениями рук. Потому что очень часто вроде бы мы с позитивом к человеку или с какими-то мыслями чудесными, расчудесными, но общаясь можем поранить, потому что не понимаем, не видим, насколько далеко у нас эта светимость распространяется. То есть на тонком плане как раз вот эти лучики, они идут, они есть. И все они светятся разным цветом. А почему? Потому что каждое тело имеет выход энергоинформационный именно через пальчики. Вот физическое тело, оно имеет выход энергии через средний палец левой руки. Дальше у нас указательный палец. Это физическое тело, это эфирное тело. Имеет выход через указательный палец левой руки. Дальше. Большой палец левой руки – это у нас астральное тело, то есть тело эмоций. Ментальное тело имеет выход через большой палец правой руки. Вот отсюда этот жест. То есть мы показываем, да, мы поняли, нам классно, мы осознали, что это такое. То есть у нас взрыв осознания эмоционального притока именно потому, что мы поняли, вот откуда этот символ. Дальше. Казуальное тело у нас как раз это указательный палец правой руки. Вспоминаем этот жест, когда мы грозим. А откуда он взялся, откуда этот жест? Это именно что я относительно событий того, что ты делаешь сейчас, то есть события, которые ты делаешь. Мне не нравится, это как маленькому ребенку. То есть мы показываем, что я подправлю твои события. У нас очень много жестов, которые у нас в культуре сохранились. Они имеют точное обоснование. И для того, чтобы просто включить голову, нужно немножко пазлы собрать. Вот мы сегодня эти пазлы будем с вами собирать. Душа. Душа имеет выход через средний палец правой руки. Дух имеет выход через безымянный палец правой руки. Восьмое тело имеет выход через мизинчик правой руки. К слову сказать, у меня мизинчики кривоватые. Откуда появляется кривизна? Когда человек из жизни в жизнь, особенно когда была инквизиция, очень модно было, женщины особенно, которые обладали какими-то сверхвозможностями метить, им отрезали мизинец. То есть либо половинку, либо полностью. Ну, чаще всего половинку. И даже на старых гравюрах, кто интересовался, почему такое было как предупреждение, что если дальше этим будешь заниматься, то лишишься пальчика. То есть все знающие женщины, им часто пальчик отрезали. И когда вот на физиологии, кстати, это эффект Кирлиана известный, на физиологии проявляется всё, что у нас есть на энергетике. И прошлая жизнь связана с этой жизнью, неукоснительной. И если кто-то сомневается, то тот может после этого эфира через техники, которые я дам, посмотреть, что же там было. Я всё расскажу, мы до этого обязательно дойдём. Так вот, вот эти вот разные кривые пальчики, особенно мизинчики, говорят о том, что вы в прошлое жизни и мужчины, и женщины не имеет значения, что вы чем-то занимались продвинутым, каким-то магическим делом. И, соответственно, святая инквизиция вас таким вот образом очень часто из жизни в жизнь метила. То есть божественное начало, это же не значит, что вредители там были, кем-то ещё там. Нет, просто были землянами, возможно, целителями, или ведунами, или знахарями. Не имеет значения. Самое главное, что раньше всё к одному причисляли. То есть что-то человек знает, значит всё, значит это плохо. На самом деле всё хорошо. Тело совести. Вот восьмое тело совести — это как раз мизинчик. Вспоминайте, как детки мирятся. Всё по совести. Мирись, мирись и больше не дерись. Вот почему, да, мизинцы? Вот казалось бы, какой-то дружб, другой бы там жест, ещё что-то. Нет, именно мизинцы. То есть детки по совести, они чувствуют, что какой-то есть канал. Мы становимся взрослыми, да, и всё якобы понимающими. Мы всю свою родовую память, мы её закрываем. И, соответственно, не помним вообще ничего. Так вот, объединение мизинчиками, когда вот так делают, да, это именно объединение на духовном, на божественном уровне, когда совесть включается, когда друг друга вот принимает полностью, то есть видит друг друга Бога, да, вот когда мирятся детки. Ну, детки все, они рождаются чистенькими, хорошенькими, только со временем уже появляются какие-то навязанные наши парадигмы не до чего-то, не до чего-то там, не до умный, не до красивый, не до чего-то там. Поэтому, конечно, то, что детки делают, это абсолютно правильно. И даже в семье, если вы хотите объединиться энергоинформационно со своим любимым человеком, ну, помириться, это вот самый прямой путь для того, чтобы потекла энергия, чтобы вам друг с другом было удобно разговаривать на одном языке. Это я уже так, немножко заходя в технику мудр. Следующее у нас с вами, это девятое тело. Девятое тело языковое. Чем интересно это тело? Вот о нём практически нигде ни слова, ни полслова. То есть нет потока, который дал бы понимание, что это. Это и синзар, и деванагари, это древние языки. Синзар — это язык природы. Ну, то есть вы будете понимать, что говорит природа. Деревья, цветы, птицы, различные животные, насекомые. Это не значит, что какое-то помешательство. Нет. Это на уровне вибрации. То есть вы будете ощущать всё то, что ощущает другое существо. Неважно, человек или животное. Не имеет значения. То есть синзар позволял проникнуть на тонком материальном уровне в чувствование, воззрение, ощущение другого существа. То есть это язык абстрактно сказан. Деванагари — это действительно языковой, вернее, быстренько на кусочки рассыпали и разбросали. Но, естественно, раз это так, мы теперь будем это всё собирать. Так вот, собрать всё в кучу можно через работу с нашим мизинчиком. Вот, казалось бы, такие огромные, сумасшедшего количества потенциала знания, но они все у нас в пальцах. То есть нам об этом никто не рассказывает, но мы сегодня обязательно доберёмся до истины. Так вот, смотрите, из жизни в жизнь мы обретаем потенциал. Мы прорабатываем ту или иную ситуацию, те или иные решения находим, воспитываем сами себя, становимся доками в каком-то направлении, в каком-то искусстве, либо профессиональном, либо ещё где-то. Ну и, соответственно, на фоне этого мы обретаем некие качества, свойства и функции. Раньше было так, ну вот совсем недавно, что женщина у нашего ребёнка не 9 месяцев, а 18. При условии, что тело ребёнка вот на 9 месяцев физиологически приостанавливало свой рост, а зрела психика, зрели все органоиды внутри тела, зрела нервная система. Когда ребёнок рождался, он с момента рождения умел говорить, ходить и помнил свои прошлые жизни. Сейчас у нас про перевоплощение ни сном, ни духом. В современных религиях нет такого понятия, как перевоплощение. У наших предков, древле православных, будем так говорить, у них такое понятие было. То есть было понятие бессмертия, а после того, как куча реформ на Земле прошли, потопов, апокалипсисов, вместо трёх лун у нас осталась одна и так далее. То есть всё было очень нехорошо. У нас началось перевоплощение. После этого ещё и куча реформ было, и, естественно, осталось то, что есть сейчас. Так вот, соответственно, когда мы касаемся всех наших знаний, накопленных в прошлых жизнях, нам становится понятно, как их вытянуть, как их принять сюда, за счёт каких энергий. Вот об энергиях мы тоже сегодня ещё немножечко поговорим. Вот я сказала о том, что у нас с вами есть энергия ЦИ. Но это не одна энергия. У нас огромное количество потенциалов. Энергия, как я сказала, это новодельное слово. А вот потенциал, он что-то даёт. Даже сейчас, когда в современном языке мы упоминаем слово потенциал, то это некое количество чего-то, что даёт прорыв. Вот потенциал – это правильно. Так вот, какие у нас потенциалы есть? И они выходят как раз у нас из пальчиков и закреплены за нашими телами. Энергия ЖИ. Энергия ЖИ – это, соответственно, средний пальчик левой руки, и это физическое тело. Энергия. И смотрите, Животворец. Есть такое, у нас в лексиконе такое слово есть. Животворец. Откуда это? Вот почему? Это не лекарь, это не целитель, это именно Животворец. То есть он на физическом уровне оздоравливал других людей. Дальше. Энергия ХИ. Это указательный палец левой руки. И у нас есть хилеры, да? Вот сейчас про хилерцев каких только сказок не наговорят. Это действительно существующее явление, правда, это настолько разрекламированное, что там шарлатана, мама, не горюй сколько. Но в любом случае, люди, лечащие на уровне нашего эфирного тела, то есть восстановят его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова